Северский район Северский район посетил Абинский социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию. Социальную помощь здесь получает 21 ребенок из Северского района. Всего учреждения рассчитано на 55 мест. Ребята подготовили для гостей небольшую концертную программу, продемонстрировав не только таланты, но и настоящую сплоченность. Глава муниципалитета Адам Джерим пожелал детям успехов и вручил подарки к 1 сентября. Я хочу всех вас поздравить уже практически с началом нового учебного года. Дорогие ребята, поверьте, что все, что делается в нашей стране, делается для детей. Чтобы вам было уютно, комфортно, удобно. Поэтому и вы должны тоже отдавать взаимностью своим хорошим поведением, хорошим отношением к учебе, к родителям, к воспитанникам, к учителям. В Абинском социально-реабилитационном центре дети получают не только психологическую помощь, но и развивают свои лидерские качества. Уже два года в учреждении практикуют самоуправление. Организация «Рост», говорящая сама за себя, позволяет воспитанникам расти как личностям. Ее президент – северчанка Вероника Скаморохова. Я Скаморохова Вероника Гусейнова. Я в этом учреждении прихожусь президентом. Я управляю уже три месяца. В мои обязанности входит помогать взрослым, помогать детям, также настраивать их на верный путь. Да, я чувствую ответственность, потому что я помогаю всем, я стараюсь быть лучше, показывать пример маленьким и взрослым. Акция «Собери ребенка в школу» стала уже доброй традицией. В Северском районе есть несколько пунктов по сбору школьных принадлежностей для нуждающихся. Например, принести канцелярию или рюкзаки можно в Управление по вопросам семьи и детства в Северском районе. По адресу Станица Северская, улица Петровского, 10А. Обеспечить школьников самое необходимое может каждый из нас. Для этого просто необходимо поучаствовать в акции «Собери ребенка в школу». И тогда 1 сентября станет настоящим праздником для всех, кто сядет за парты. Руслан Лов, Владимир Галуцкий, Павел Фисатиди, телерадиокомпания «Атаман». В начале лета в Денском районе обнаружили бруцеллез, увезенных из другого региона овец. Это особо опасное хроническое заболевание сельскохозяйственных животных и человека. Северское ветуправление отслеживает миграцию животных на территории Северского района, чтобы не допустить распространения подобных заболеваний. Как отмечают специалисты, каждый владелец, желающий заниматься разведением скота, сразу после приобретения поголовья обязан обратиться к ветврачу или ветеринарное управление. Мы объясняем ему правила. Он четко должен знать, кого он хочет завести, допустим, откуда, с какого региона. И даже если в нашем северском районе, то он точно должен сказать, что, где он наметил. Для чего это делается? Крупный рогатый скот болеет лейкозом. А лейкоз – это заболевание хроническое, онкологическое. И на сегодняшний день есть ограничения по поводу при продаже, либо потом, в последующем, реализации молока и молочных продуктов. В ветеринарном управлении должны проверить животное, взять у него анализ крови и поставить на карантин. Хозяин может предоставить результаты уже сделанных ранее анализов. Но срок их проведения не должен превышать 30 календарных дней. Мы совсем недавно делали рейд по пустующим фермам нашего района. И на двух фермах мы увидели, что животные везены. Это мелкий рогатый скот, козы и корова на другой ферме была вместе с козами. Эти сообщения мы проводим и фиксируем, отправляем в инспекцию для принятия мер административного плана к владельцам. А сами приступаем по выдаче им предписания к исследованиям этих животных. Чтобы не приобрести больное животное и не заразить уже имеющееся племя, специалисты ветуправления призывают быть внимательными при его приобретении. В первую очередь покупатель должен обратить внимание на наличие бирок или следов от них в ушах животного. Их отсутствие свидетельствует о том, что скот не проходил обследование и может быть носителем опасных заболеваний. В Северском сельском поселении подвели итоги работы местной администрации. Глава района Адам Джерим провел встречу с активом поселения. О пределы на работе за первое полугодие 2019 года отчитался исполняющий обязанности главы Северского поселения Сергея Гущенко. Одним из самых актуальных вопросов был и остается вопрос благоустройства территории. За отчетный период произведена отсыпка дорог щебнем. Отгрядировано улиц на сумму 800 тысяч рублей. Выполнено устройство бетонного тротуара по улице Калинина до гипермаркета Гагарин. Проведено асфальтирование дороги к магазину «Копилка». За счет участия в краевой госпрограмме капитально отремонтировали тротуар по улице Энгельса протяженностью 924 метра. Для удобства жителей установлены четыре остановки общественного транспорта. Весной текущего года местная администрация отремонтирован памятник жертвам Чернобыльской катастрофы. В рамках празднования 95-летия Северского района и 155-летия со дня образования станицы Северской улицы поселения заметно преобразились. В райцентре появились светодиодные декоративные украшения и арт-объекты. После отчета Сергея Гущенко каждый присутствующий смог задать свои вопросы районному и поселенческому руководству. Один из них – водоснабжение в станице. Провели воду на Олимпийской. Мы как были без воды спортивной, так мы и ездили с водой. Мы каждый раз гоним, два раза в месяц мы гоним диспетчерку. Порывы эти. Когда-то хочется. Сейчас опять у нас воды нет. В июне вместе раскрутили систему, все, что можно было задействовать. Скважины, которые зимой мы ставим в резерв, запустили скважины, поменяли насосы. Насосы и скважины вывели на максимальную мощность. Когда устраните порывы? Разбор воды, естественно, в связи с тем, что такая погода, дожди, разбор воды уменьшился, начинается порыв. Потому что давление в сети большое. На сегодняшний день у нас было 10 порывов по станице Северской. Мы их делаем, они появляются. Но проблем с водой, да, по улице Спортивной я знаю. Мы там провели, значит, в свое время заменили трубу, пластиковая труба. Ну вот и в жарке высокая температура воздуха, у них проблемы с водой. Станичников интересовали и другие вопросы. Покос сурной растительности и наведение санитарного порядка на приусадебных участках. Строительство новых тротуаров и улучшение уличного освещения. Каждое обращение детально рассмотрели, взяли на контроль для дальнейшего решения. Это ваша станица, это ваш родной дом. Здесь родители, здесь дети, здесь внуки. И, ну, должно быть неудобно просто призывать, призывать, давайте наведем порядок. Давайте наведем порядок. Администрация не складывает свои полномочия, ни в коем случае. Она не хочет на кого-то перевесить, это все. Но одной администрации не обойтись, дорогие мои. В конце встречи Адам Джерим призвал всех присутствующих активнее участвовать в жизни поселения, поскольку 2019 год юбилейный для северского муниципалитета. 95 лет исполняется району, поэтому с 3 октября по 5 будут проходить основные мероприятия здесь, в районном центре. И мы должны вот к этой дате еще больше навести порядок, сделать чище и краше. Шабановское поселение небольшое и бюджет его скромный. Но, несмотря на это, в 2019 году здесь удалось провести ряд работ для создания более комфортных условий для проживания. Так в селе Шабановском отсыпали улицу Островского. Улица Островская была отсыпана в этом году, буквально два месяца назад. Было затрачено 30 камазов гравия, работа экскаватора. Все это разравнивали, работали, чтобы людям было удобно и приятно ездить. До этого была здесь дорога в очень плохом состоянии, много было луж. Но на данный момент, я думаю, это хорошая дорога для нашего поселения. В селе Шабановском по улице Набережной в этом году уложили трубу. По многочисленным просьбам граждан нарезали кювет. На этом работы по благоустройству в Шабановском не заканчиваются. В планах у администрации поселение восстановление сельского клуба в селе Тхамаха, ремонт и приобретение детских игровых площадок. Главное – найти необходимые средства на проведение всех работ. Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков поступила оперативная информация о том, что одна из приезжих в северском районе Краснодарского края может быть причастна к распространению наркотических средств на территории муниципального образования. В ходе проверки сведения подтвердились. Оперативники задержали 32-летнюю приезжую из республики Адыге, у которой в ходе личного досмотра был обнаружен пакет с веществом. Гласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим. Установлено, что задержанная находилась на 31-й неделе беременности и ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. В настоящее время уголовное дело с утвердительным заключением направлено в суд для принятия решения по существу. Она меня всегда интересовала, но казалась такой далекой. Я получал письма о ней, но все равно не знал, как влиять на нее. Теперь у меня есть личный кабинет, и я ее контролирую. Проверяйте, как формируется ваша будущая пенсия через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России. Узнайте, платит ли работодатель за вас страховые взносы и сколько у вас пенсионных коэффициентов. Контролируйте вашу будущую пенсию. Пенсионный фонд России Пенсионный фонд России Я Горохова Диана Равкатовна, являюсь руководителем клуба 19 лет. За 19 лет работы в нашем клубе количество занимающихся увеличило до количества 200 человек. Начиналось все очень просто, с группы любителей фитнеса, и со временем клуб разросся до больших размеров. Сейчас в клубе действуют группы восточного танца, фитнес-направления. Основная масса, конечно же, занимаются у нас дети, занимаются спортивной акробатикой, акробатическим рок-н-роллом. Кстати, новый вид спорта, который существует всего лишь в пяти муниципалитетах Краснодарского края, и начал развитие также в нашем клубе. Основной упор у нас идет, конечно же, на гармоничное развитие личности, как в спортивном мире, так и в мире искусства, в хореографии. Мы с детьми периодически выезжаем на соревнования, на краевые смотры, конкурсы, на фестивали, на первенство России. В копилке наших достижений есть и чемпионаты Краснодарского края, первенство Краснодарского края, всероссийские соревнования по спортивной акробатике, первенство по акробатическому рок-н-роллу, всероссийские конкурсы хореографического искусства, на которых мы становились обладателями гран-при, лауреаты первой, второй, третьей степеней. Наш коллектив уже знают далеко за пределами Краснодарского края. Наш коллектив является визитной карточкой Северского района, украшает все праздники и мероприятия. За годы работы в своем клубе я поняла одно, что это не только работа, это не просто работа, это моя жизнь, это мое кредо, это зал, это мой второй дом. Благодаря пониманию, осознанию того, что, приходя в зал, ты приходишь не просто на работу, а приходишь домой, отсюда получаются хорошие результаты. Это результативность на соревнованиях, на конкурсах. Из моих воспитанников вырастают не просто спортсмены, не просто артисты, они вырастают хорошими людьми, людьми, которые будут поднимать наше государство, служить нашему государству, нашей родине, служить нашей малой родине. Мои выпускники приходят, возвращаются в нашу станицу, становятся тренерами рядом со мной, в одном зале. Наша команда увеличивается. Я надеюсь, что мои выпускники, мои ребята будут продолжать любить спорт и прививать своим детям и всем нашим выпускникам любовь к спорту, любовь к жизни, стремление к успеху. Главной задачей нашего клуба является пропаганда здорового образа жизни, вовлечение детей, подростков, молодежи в социальную жизнь нашего района, поддержание спортивного духа, соревновательного духа, а также вовлечение родителей и взрослого населения в спортивную, активную жизнь Северского района. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Мир детских фантазий воплотили в песке 10 лучших скульпторов. В приморском городе Ашкелон, что на юго-западе Израиля, появилось целое царство из всем известных сказок. Здесь проходит международный фестиваль песчаных скульптур. Закованный посреди пляжа лежит озадаченный гулливер. Рядом на прохожих надменно смотрит джин. За углом прячется Аладдин с волшебной лампой в руках. Месяц назад здесь не было ничего. Это был просто пустынный пляж. Затем мы завезли сюда более двух тысяч тонн песка. Специального песка, отобранного скульпторами. Песок специально привезли из Голландии. На создание работ ушло 10 дней. Их авторы – лучшие песочные скульпторы из Испании, Чехии, США, России и Голландии. Художники работали около 10 дней. Когда они только приехали, здесь были только горы песка. Уже через два дня они стали превращаться в произведения искусства. Удивительно было наблюдать со стороны. Между тем, за несколько часов до открытия безоблачную атмосферу фестиваля омрачили вести о ракетах со стороны сектора газа. Однако посетителей это не испугало. Мы живем здесь в условиях угрозы ракет, но ничего страшного. Ашкелон не пострадал. Я рада, что город часто устраивает культурные мероприятия, на которые можно приходить. Мы решили приехать сюда сразу, как увидели рекламу. Выставка удивительная, очень красивая. Вчера вечером мы сомневались, ехать или нет, из-за напряженной обстановки на юге. Решили, что если не поедем сегодня, то приедем в другой день. Этим утром в 6 часов мы услышали, что все тихо. И вот мы здесь. Это того стоило. Вы говорите с человеком, который живет в районе Газы. Я к этому привык, все к этому привыкли. Это наша жизнь. Не риск, а образ жизни. Мы хотим сказать, что несмотря ни на что мы здесь и хотим жить. Жить в мире. Жить счастливо. Жить искусством. Фестиваль продлится неделю. Субтитры подогнал «Симон» и 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 «Симон»» и «Симон» 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 и «Симон»» и «Симон» и «Симон» и «Симон» и «Симон» и « Субтитры подогнал «Симон»